в таком состоянии у меня наконечник рулевой тяги с чего мы начали мы отсюда достали шпринт единственно что вот это вот новый здесь у нас ключом на 17 расслабляем немного гайку чтобы освободить наконечник дальше ключом на 17 вот мы отворачиваем расслабляем вот это вот гайку буквально чуть-чуть уберем ломиком таким вот образом одной рукой мы надавливаем на ломик второй рукой наносим удары молотком для того чтобы выпрессовать палец наконечник рулевой тяги у меня может с ударов 10 это получилось сделать и давлю я на палец он у меня пошел вниз выкручиваем полностью гайку достаем наш наконечник смотрим что у нас свободном положении крутится поэтому желательно вот эту вот гайку для того чтобы запомнить положение до скольки крутить поставить ее на место вот таком состоянии у меня наконечник еще немножко и не зря на стол сказали его менять отворачиваем его в обратной последовательности устанавливаем новый отворачиваем до упора наш наконечник фиксируем гайкой на 17 потом отворачиваем эту гайку вставляем назад палец закручиваем вставляем шплинт смазываем нашу тягу графитной смазкой заворачиваем наш наконечник рулевой тяги упор до гайки лишнюю смазку мы потом уберем как еще можно определить положение стояло так как у нас если доворачивать до гайки у нас получается лишние обороты до чтобы их не было гайку врача чтобы у нас в этом положении зафиксировалась вот ключом назад нажимаем нашу гайку отворачиваем гайку с пальца чтобы потом было проще снимать делаем графитную смазку вставляем ее на место ну вот гайку мы наживили сейчас все докрутим до упора и вставим наш шплинт ну вот у нас гайка завернута до конца сейчас мы вставляем наш шплинт и разгибаем усики мы говорим мы надеемся и нам что мы сейчас делаем, мы нашим ключиком на 17 дожмем до конца гайку, здесь ключиком на 12 поддержим, чтобы у нас не проворачивалось дожали нашу гайку, состояние резинки мы видим какое сейчас, сейчас посмотрим что у нас происходит с ней, когда мы поворачиваем руль а и и и и и и и